всем привет вы находитесь на канале биржеф давайте посмотрим итоги торгов вчерашнего дня и что стоит ожидать на ближайшее время на этой неделе все технические моменты которые вижу я пишу своем телеграм-канале также нас в телеграм-канале свой трейдерский чат нас уже достаточно большое количество человек как новичков так и опытных трейдеров поэтому если вы хотите присоединиться к нашему сообществу закрытому пишите на электронный адрес указано внизу экрана а также я там размещаю свои сделки режиме онлайн если я их провожу просто для информации у нас никаких сигналов торговых нет а если вы торгуете по торговым сигналом вы сольете свой депозит вы это должны четко понимать итак смотрите начнем с вами традиционно с индексом московской бирже мои ожидания уже несколько дней вот я об этом говорил уже долгое время продолжительно на своем youtube канале кстати подписывайтесь на youtube канал чтобы не пропускать мои ежедневные выпуски с моим видением на рынок и она яндекс и на так я уже говорил что по индексу московской бирже хотя многие здесь кричали что это разворот это разворот все ваш рынок развернулся мои ожидания есть какие то есть мы оттолкнулись от сопротивления и когда мы от 200 до 2000 60 оттолкнулись вверх от зоны поддержки когда я говорю что после пробоя вот этой поддержки мы пройдем вот сюда и только мы с моими подписчиками в телеграм-канале это ожидали и собственно все идет точности как мы и обсуждали и проговаривали нашим телеграм-канале то есть мои ожидания сейчас это спуск спуск индекса московской бирже вот в эту зону обозначим ее вот таким вот образом зона накопления и зона покупателя то скажем к тому же на здесь образовался гэп зачастую когда у нас образовывается гэп именно на московской бирже у нас а этот гэп рано или поздно идут закрывать то есть фактически отскочив от данных лоев у нас здесь некая проторговка некая раздача по бумагам вот и после которой я ожидаю спуск вот в эту зону моё видение пока складывается вот таким образом последнее видео уже несколько дней я об этом говорю вот но и собственно мы видим что вчерашний день перекрыл полностью отскок пятничный я говорю что в пятницу этот отскок такой мнимый вот и надеяться на его не стоит и мы видим что вчерашний свечой медвежий мы перекрыли полностью вот эту так скажем зону проторговки зону отскока и а пока что мое видение в отношении спуска индекс московской биржи вот в эту вот в эту зону пока что он является более правдоподобным и я ожидаю так скажем это это эту зону то скажем в которой я думаю что и нас московской бирже ближайшее время окажется то есть мы видели вчера и некую просадку по основным нашим бумагам газпром сбербанк сбербанк спускался да довольно таки неплохо вчера вот были выстрелы по некоторым бумагам связи там с некими корпоративными новостями это из отчетность сюда лукойл вчера выстреливал ритейлеры выстреливали но все это на основании тех отчетности которые так скажем появляются в свободном доступе вот в новостном фоне вот но это лишь такие единичные так скажем единичные единичные бумаги которые выстреливают основании на какие-то отчетных данных хорош хороших положительных да вот целом у нас пока что экономическая геополитическая ситуация по прежнему находится в напряжении у нас напряжение находится и ситуация с азией с китаем да то есть там ситуация китая с тайванем по-прежнему оставляет подскажем предпосылки для напряжения так как пилоси вот это самая женщина с сша все все-таки планирует вылетать в тайвань тем самым на гитая обстановку и увеличивая разногласия между китаем и тайванем так скажем увеличивая конфронтацию туда напряженность геополитическую вот и мы видим что у нас сразу же идет реакция по рынку сырья то есть если будет ситуация накаляться геополитической в китае соответственно у нас это все ударит по рынку сырья рынок сырья может упасть мы уже видим его снижение но соответственно падение рынка сырья в напрямую отразится и на нашей стране на наши локировка наших бумаг потому что у нас компания сырьевые это поставщики то скажем энергоносителей иной продукции металлообработки да поэтому наш рынок сырьевой он будет очень сильно то скажем зависеть ну мы сами видели уже и на то скажем примере до 4 февраля когда у нас то геополитическая обстановка напряглась и скажем и у нас просто-напросто сырье упало вот и собственно наши бумаги всем просто-напросто вниз повалились поэтому здесь в фокусе внимание нужно держать как раз таки эти геополитические ситуации именно с китая тайвань также нужно обращать внимание на а америку в америке техническая рецессия как мы уже все с вами знаем так второй квартал по ввп у нас а америке вернее отрицательные и конечно же это свидетельствует о рецессии технической несмотря на то что пауэлл говорит никого рецессии нет но пауэлл говорил собственно в прошлом году и что и инфляции у него нету да на самом деле он просто какой-то неадекватный этот пауэлл джером пауэлл да глава фрс просто он отрицает те факты которые действительно происходят в америке вот и тем самым откладывает те те факты откладывать те мероприятия которые нужно проводить до то скажем уже принимаю во внимание те факты которые по факту уже простить за автологию происходит да соответственно он отрицал и наличие инфляции вот но к чему это привело мы с вами все прекрасно видим инфляция растет бешеные темпами в америке и теперь пытается эту связь обогнать повышением таким большими шагами повышением ставки по скажем положение ключевой ставки вот поэтому и сейчас отрицание рецессии не означает что ее нету на самом деле я думаю что уже в августе это факт будет принят во внимание и будет принять соответствующие меры и мы увидим как спад в экономике сша это обвал возможно фондового рынка сейчас мы посмотрим сами кстати на индекс smp я уже говорил о том что я ожидаю там снижения вот несмотря на тот отскок который у нас происходит по факту повышения ставки да то есть рынок америки он даже довольно такой интересный да он заранее закладывает те события которые должны произойти до это повышение ставки закладывая их в рынок с тем самым снижая рынок но в то же время по факта по факту повышения ставки он реагирует положительно и растет да то есть по факту негативных обстоятельств рынок америке растет то есть это такое интересное интересный факт такой американского рынка вот но а мы вчера уже и предыдущие видео с вами обсуждали что те точки которые мы видели на американская рынка на smp 500 на графике там не перебиты х и предыдущие предыдущие да то есть соответственно я ожидаю снижение по американскому рынку давайте сами откроем график американского рынка и посмотрим smp 500 вот но здесь по ммв у меня ожидания все те же вот мы это видим собственно по графику пока что ожидания вот сюда но будет ли это реализовано мы с вами посмотрим уже по факту мы можем с вами только предполагать ожидать до на основании тех экономических политических данных но а рынок уже отторговывает и по факту показывает нам правильность либо неправильность наших мыслей и наших ожиданий также прошу обратить внимание на падение опять рынка сырья у нас практически весь рынок сырья в отрицательной зоне если мы сможем сами на индексы то индексы также все находятся в красной зоне и минусует в том числе и американский индекс давайте откроем американский индекс что я здесь говорил смотрите кто следит за моими выпусками кто подписан на мой канал обязательно подписывайтесь чтобы не пропускать такие видео мои мысли были такие то есть мы находясь еще вот в этой точке я говорю о том что американский рынок должен отскочить по идее до 4100 вот эта зона и мы видим что индекс четко до этой зоны у нас отскочил то есть это предыдущее накопление от которой пошел на совбал то есть мои ожидания были такие что мы до скотча вот до этой зоны после которой у нас пойдет снижение американского рынка и что мы собственно с вами видим как раз таки мы и видим с вами что мы доскочили до этой зоны эту зону не перебили далеко не перебили это говорит о том что силы покупателя нет и рынок скорее всего будет по америке снижаться и конечно же я ожидаю что у нас пойдет вот такой вот сценарий от этой точки то есть по факту те мои мысли которые я высказывал ранее моих видео они полностью пока что реализуются и в точности повторяются на графиках ну а соответственно мы должны обращать внимание с вами если мы торгуем нами на российском рынке и на американский рынок нас доля вероятности связи то скажем американским рынком остаются поэтому если будет падение американского рынка то это и отразится и на нашем российском рынке это нужно четко нам с вами понимать переходя на наш российский рынок нельзя не затронуто скажем валютную пару рубль доллар здесь все четко идет по сценарию которые у меня на графиках вот у меня здесь все четко расчерчено так скажем и мы видим что полностью отыгрывает данные уровни валютная пара какой негатив по валютной паре во первых это я уже говорил о том что брокер начинает вводить комиссию за обслуживание валютных счетов до брокерский счетов валюте это соответственно негатив это негатив в плане покупок самого актива физиками второй момент мы с вами уже обсуждали это тот момент что центральный банк планирует вводить ограничение по торговле валюты на на бирже то есть в планах возможно это скажем блокировка мкц и полных полный расчетов то скажем валюте и мы это он скажем должны понимать и возможно это пугалки да но если такое произойдет то полностью парализуется то скажем если центральный банк не предпримет никаких других действий так скажем с помощью которых так скажем экспортеры будут смогут так скажем реализовывать ту валюту которую получает от экспорта да то будет такой некий коллапс вот и мы видим что котировки рубль доллар у нас спускается в пользу укрепления рубля то есть смотрите вот это трендовая от которой у нас отскакивал рубль доллар и снова я вчера говорил что мы должны после пробития вот этого сопротивления подойти к трендовой линии и и протестировать и дальнейший рост доллара будет возможно только после того когда мы пробьем вот эту трендовую закрепимся над ней и тогда у нас доллар пойдет дальше в рост но если мы эту трендовую не пробьем у нас будет откат и мы видим что вот прям четко у нас вот этой трендовый доллар снова отбился и пошел неплохой откат четко на следующий уровень поддержки теперь все у нас вся торговля завязана на уровнях от уровня до уровня если пробиваем данный уровень идем к тесту следующего уровня если от этого уровня отбиваемся то соответственно идем снова на тест данной трендовой линии вот ну а я еще в мае говорил о том что я планирую это скажем видеть курс именно рубль доллар к концу года это в районе 70 вот как то так здесь все это скан технически подковано все в рамках технического момента вот мы видим как отрабатываются уровни трендовая линия все в рамках данной технической картины ну а если мы с вами перейдем на рынок ценных бумаг то те ожидания которые я озвучил по мвб мы видим что полностью оправдывается и бумаги у нас в том числе и газпром здесь такую свечу разворотную да можно сказать очертил и у нас началось снижение снижение с гэпом который мы в скором времени по идее должны перекрыть но а мы по газпрому скорее всего перекроем этот гэп либо после теста 186 190 вот таким вот образом либо после теста 185 сюда я считаю что мы должны будем сходить и перекрыть данный гэп то здесь два варианта но это просто краткосрочная вариант сделки до если мы смотрим с вами сбербанк то сбербанк также спускается в рамках нашей логики которую мы обсуждали в нашем телеграм канале с подписчиками мы видим здесь абсолютную техническую картину отбой от уровня 135 это у нас зона сопротивления и собственно у нас если мы посмотрим вот на вообще факт на картину вот этих разворотных импульсов то они то скажем вот такими выглядят куполами можно сказать да каждый хай ниже предыдущего у каждой свечи каждого бара и поджатия к поддержке 130 и мы видим что прокололи 130 вчера и теперь идем на тест уровня 125 тире 127 нам еще нужно перебить вот этот лой на 127 возможно от этого уровня здесь будет у нас отскок если мы посмотрим по привилегированным привилегированным акциям сбербанка то картина соответствующая у нас вырисовывается и сейчас более правильно это поход к уровню 120 на его тест но перед этим нам нужно перебить вот эту низиночку находящуюся сейчас скажу вам на уровне 12129 а вообще по сбербанку сейчас от вырисовывается такая картина как будто знаете у нас задирают вот вверх для раздачи то есть закидывают вверх раздают то есть такое ощущение что какой-то крупный игрок просто напросто закидывает наверх и постепенно раздает акции сбербанка такую картину я сейчас покажу вам было у нас по аэрофлоту но это вам для примера просто покажу вот по аэрофлоту была такая примерно картина когда у нас была добка на уровне 60 до это предыдущая еще пред предыдущая доб доб эмиссия после которой бы т.б. выкупал акции под задергивал вверх и мы видим шла раздача то есть задергивал вверх раздавал задергивал вверх раздавал И в конечном итоге мы видим куда акция приходила, потом опять задергивал, опять раздавал, задергивал, раздавал и в итоге акция ушла вниз. То есть по Сбербанку пока что, я не говорю что так будет, но такое ощущение, что происходит аналогично какая-то ситуация с раздачей акций. То есть как будто крупный игрок здесь их выкупил, эти акции, и данными задергами пытается их просто-напросто раздать всем желающим. Сбербанка вообще долгосрочная история, но пока ведут тех ситуаций геополитически-экономически, которые сейчас у нас происходят. Вот это и допуск нерезидентов дружественных стран 8 числа, которые неизвестно как себя поведут на рынке, но скорее всего будут продавать. Потому что сами поставьте себя на место нерезидентов, если ваши активы были бы долгое время заморожены, и потом вас бы допустили к торгам. Соответственно вы в панике, наверное, при первой же возможности реализовывали все данные активы. То есть у вас доверие в любом случае было бы подорвано, если у вас продолжительное время, более чем полгода, были заморожены ваши активы, соответственно вам нужно высвободить денежные средства. Вы будете при первой же возможности просто-напросто скидывать по тем ценам, которые дают данные активы, чтобы высвободить денежные средства. И уйти из этих активов, которые являются в настоящее время довольно рискованными. Поэтому я думаю, что и на месте нерезидентов, даже дружественных стран, я думаю, что будет такая же ситуация. И мы можем увидеть довольно неплохую просадку. Также 15 августа. Ну а 15 августа просто-напросто может добавиться на вес продаж в виде расконвертированных депозитарных расписок, так как мы все с вами знаем, что будет автоматическая расконвертация депозитарных расписок в акции. Вот, ну а таких расписок очень большое количество торговалось на лондонской бирже за границей, да. Вот, и в одной расписке, допустим, того же самого Сибербанка, как я уже говорил, содержится аж 4 акции. В Газпроме 2 акции. То есть, это весь, так скажем, навес данных акций, который будет расконвертирован из расписок, окажется на нашем рынке. Вот, и будет довольно большим навесом продаж. То есть, акций окажется в продаже намного больше, да, чем тех желающих, кто хочет данные акции приобрести. Вот, это, конечно, первый и второй вариант. И третий вариант, конечно же, есть вариант выкупа, так скажем, дружественных нерезидентов у недружественных и тем самым по дешевке, да, и перетоком по каким-то различным схемам на фондовый рынок в виде продаж. То есть, это тоже не нужно исключать. Я думаю, что такие схемы просто-напросто есть. Мы об этом просто не узнаем, да, мы об этом не знаем. Но, я думаю, что эти схемы и использовались, и используются. И, в любом случае, тот объем, который был у нерезидентов недружественных стран, он каким-то образом может перетечь и на, в том числе, на наш рынок и пойти в продажи. То есть, а в Сбербанке мы с вами знаем, что очень большое количество нерезидентов. То есть, вспоминаем с вами схему, берем 100% акций, 50% плюс одна акция это государство. Остальные 50% делятся на 40% это нерезидентов. Представляете, да, какой объем? И 10% у нас был по Сбербанку всего лишь резиденты. Это физики и юрики. Соответственно, 40% от 50% это акции нерезидентов. Представляете, сколько в Сбербанке нерезидентов, да? Практически, ну, практически бы, если от 50% брать, то там, ну, практически все нерезиденты, да? Поэтому, ну, пока что никаких предпосылок для роста нету на самом деле. Непонятно, на чем будет расти Сбербанк. Кто его будет покупать. Ребят, вот такое отведение. Пока что, я думаю, нужно смотреть со стороны на наш рынок. Вот. И влазить, особенно всеми деньгами, ну, точно не стоит. Точно не стоит. Если уж прям хотите покупать, то, ну, не больше, не более 50% от депозита. Вот. А вообще, я бы посмотрел пока что со стороны. Вот. И просто локальные какие-то сделки, возможно, проводить спекулятивные. Но о инвестиционном вложении пока не идет никакой речи. Ребят, подписывайтесь на YouTube канал, на Яндекс.Зен, на Telegram канал. Пишите на почту. Присоединяйтесь к нашему сообществу. С вами был Дмитрий Шев. Всем хороших торгов. Пока-пока.